Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Владимировна Сорокина, старший специалист Альфа-банка, отдел клиентского Грёва Гюлия Петровна. Это вы? Да, да. Задолженность 51 день на сегодня по кредитной карте, сумма к оплате у вас 24 400, плюс первый день на задолженности по другой кредитной карте вышли. Сумма к оплате у вас 400. Скажите, почему до сих пор вопрос так и не решили заплатить? Теперь чаще звонить будете, да? А то ведь каждый день звонили, а теперь будете по два раза в день. Ну, ещё одна карта у вас на задолженности. Ещё одна по три раза в день, еженевно. У вас две карты. Всего две? Две карты у вас, Юлия Петровна. Почему не оплачиваете? Потому что не платится, настроения нет. Да когда она будет у вас настроение? Так откуда ему взяться-то настроение? Вы работаете? А вы? Сейчас я работаю, как видите. А вы работаете, Юлия Петровна? Да почему не работаете? Как будто кони дохнут. А как морщинки появляются? А вы чем-то затратили, тратили. Если вы не планируете. То, что надо. Так тебе необходимо вернуть то, что потратили. Леди, уговаривайте, не получится. Так в любом случае придётся. Вы же прекрасно это понимаете. Отращаться в любом случае. Да меня не доходит. Что мешает вам нести оплату? Настроения нет. А когда оно будет у вас? Так откуда я говорю ему взяться-то? Когда появится настроение? Ты понимаешь вообще? Два месяца. Ты в этом мире живёшь или нет? Вот два месяца без настроения находитесь? Загробный альфа-банковский. Юлия Петровна. Что? Вы два месяца без настроения находитесь? Даже больше. А что испортило вам настроение? То есть ты мне обещаешь разобраться именно с причиной испорченного настроения. А если это человек? Ты готова ему позвонить и разъебать по полной программе? Если ты готова, я поделюсь своими сокровенными тайнами. Юлия Петровна, все как-то носят, что есть настроение, нет настроения. Ну пусть все как-то, а я не все. Ну пусть все как-то. Суммы располагаете для внесения? Обязательно. Но денег не дам. Ожидание заканчивается. Четвертого сверхсчета вам назначено. Случай непоступления денежных средств. Ожидание заканчивается? Юлия Петровна, до четвертого необходимо решить вопрос в случае неоплаты банк уже в порядке, указанном в статье 14 федерального закона 353-го потребитель с конзами может расторгнуть договор и выставить всю сумму со 7 причитающимися процентами. То есть будет аннулирована возможность оплачивать ежемесячными платежами. Вы понимаете, какая сумма будет выставлена? Подумайте, где изыскивать эту сумму будете. А потом? Скажите, предпринимайте меры, родных подключайте. Если у вас нет денежных средств, родных подключайте, перезанимайте у родных. Нет, потом-то что, банк выставит требования больших финансовых организаций. Вы сами понимаете, банк праве обратиться в СССР в суд. Вам арестованы счета будут. Прекрасно это понимаете, осознаете это все. Я ничего не понимаю. На что тратили денежные средства? На мужчин. Так спрашивайте, значит, сейчас у мужчин. Они какие-то слабенькие. Говорят, нет денег. Так а зачем вы тратили нам на них? Я думала, у них потом будут. А они говорят, а денег нет. Ну все, безобразие. Полнише. Ну а если серьезно, что будет потом-то все-таки? Банк обратится в суд или куда вы пойдете? К нотариусу? Вы все понимаете? Вы все понимаете? А если я ничего не понимаю? Могут списывать приставы. Все это понимаете, осознаете, все это знаете. Приставы могут списывать. Давайте, рассказывайте мне о том, что в случае удержания с вашей заработной платы 50%, остальные 5-50% необходимо с карты снять. В противном случае, при поступлении следующей заработной платы, или это будет ваш там отпускный аванс, остаток денежных средств будет банком списан в полном объеме и плюс еще удержан 50% от нового поступления заработной платы. Рассказывайте, люди этого не знают. Если вы оставите деньги на карте, банк это воспринимает как иные поступления, и у вас пишут все. Правильно я говорю? Или вы умалчиваете эту информацию? Зачем вы до этого доводите, Юлия Петровна? Я до этого не довожу, но доносите людям информацию побольше, побольше ее. А кто? Так вы же доводите. Я-то доношу и довожу по возможности. Как вы рассказываете, только банк внедряет новый метод взыскания при наличии задолженности свыше трех месяцев. В ряде случаев фальфобанк сразу бежит за исполнительной надписью нотариуса, которую отменить не сможете вы. Если сумма указана банком верна, то будете вы долго биться, писать эти иски на нотариуса в суд по месту нахождения нотариуса. Но так как нотариусы никого не уведомляют, банк никого не уведомляет, и вы узнаете о том, что у вас исполнительная надпись нотариуса, только когда пристав возбуждает уже исполнительную производство, то люди у нас остаются без денежных средств. Многие узнают уже, когда произошло списание денежных средств. Вот вся правда жизни. Правильно я говорю, Альфа-банк? Правильно я говорю. Так, давайте, Владимир. Сережа Петровна, вы не забывайте про кредитный рейтинг на основании федерального закона. Кредитный рейтинг, я думаю, мало кого уже волнует, особенно у кого ни один, ни два, ни три кредитных договоров. Я вас уже перебивала. Кредитный рейтинг. Я вас не перебивала, я вас не слушала. Да вы почему-то делаете акцент уже на такую херню, какой-то рейтинг. Не то сейчас время о рейтинге думать. Надо думать, чтобы хоть как-то по возможности сохранить какую-то копейку человеку, чтобы ему было на что жить. И детей кормить. Вот надо о чем думать. Банк обязан передать информацию о просроченной... 2018-й федеральный закон обязывает кредитору передавать всю информацию о возникших платежах в бюро кредитных историй. Не потому, что вы можете не передать, вы обязаны это сделать. Это, я думаю, каждый знает. Еще какая вас тема интересует? Давайте. Знаю все, что касается банков, микрофинансовых организаций, судов и судебных процессов. Я вам расскажу, давайте. Спрашивайте, альфа банка. Что вы до этого? Вы все знаете, вы все знаете. Я хотела сделать вид, что я ничего не знаю. Но вы все-таки мне почему-то не верили, что я ничего не знаю. Ну, раз теперь вы поняли, что я что-то знаю, спрашивайте. Денег у меня нет. На мужиков я не тратила. Но их нет. Для банков нет. Вот. Все, что есть, это для меня. Для моего кота и для моих детей. Так а зачем тогда тратили, если вы сейчас... Ну, это значит было. Просто так бы я не тратила, если бы мне не надо было. Ну, правильно же, логично. Ну, вы же знали, что вам возвращать их нужно. Вы же не просто так... Предполагала. Да, ситуация была мне понятна. Понимаю, что банк обратится. Сейчас даже не могу сложно сказать. Если в суд, то подольше времени пройдет до обращения. Если к нотариусу, то быстро побежите. Так что, если раньше вы ходили через год, через полтора, сейчас вы этот срок прям очень-очень-очень сузили. Будьте внимательны, люди. Берегите свое имущество. Спасайте его, укрывайте, прячьте. Нельзя так говорить. Ну, а как сказать по-другому-то? Это на что приобретали? Что приобретали на эти деньги? Если вы намекаете на то, что банк обратится, когда в суд будут обеспечить нам меры, будут сразу, незамедлительно. Прямо при подаче искового заявления в суд и предпринять его судьей. Будет определение наложения обеспечительных мер, которые попадают к приставу, и все, у вас возбуждается исполнительное производство, сумма взыскания ноль, но при этом это обеспечительная мера на имущество. Что я тратила? Имущество я, движимое и недвижимое, не приобретала. Ничего нельзя мне с торгов спустить, продать, и у меня забрать тоже нечего. Усё. Давайте сделаем вид, что, как я люблю, я их проела. Мармеладки, рафаэлки, всё что угодно. Я понимаю, что вы меня тянете, из меня информацию тянете, тянете. Я не дура. Вам не надо душу открывать, с вами не надо любезничать. Вы не помощники, вы далеко не помощники. Вы возвращайте, вы возвращайте, а вы забирайте. Обратиться к нотариусу, обратиться в суд – это одно. Забрать – это другое, когда у человека ничего нет. Заберите, а нетю. Вы тратили, зная, что вы не можете возвращать, за разницу, вы же дознаватели, шутковые. Вот вы сейчас опять начинаете себе фигуру строить. Вы тратили. У вас был умысел. Деньги нужны для того, чтобы их тратить. Не надо лезть, где вы некомпетентны, абсолютно. Не надо усматривать состава преступления тем людям, которые не понимают ничего ни в уголовном праве, ни в уголовном процессе. И умысла в моем действиях не было, и состава преступлений нет. У нас чисто гражданско-правовые отношения. Все. Не несите людям бред, что их куда-то привлекут, посадят, арестуют. Не надо это рассказывать людям. Это неправда. Достоверную информацию предоставили о себе в полном объеме, иначе все ровно будет. Задумываться надо, что до суммы о двух с половиной миллионах. Короче, я думаю, с тобой разговариваю. Я так и рассказываю информацию, водоевик. Народу. Юлия Петровна, вы работаете? Да ничего не скажу о себе. Вы понимаете, что любое лицо, которое вы предоставите согласен на запрос кодительного отчета, например, это может быть ваш потенциальный работодатель, получит сведения о наличии просроченной задолженности? Вы знаете, не каждый работодатель будет работать. Вы объясняете, что очень нервно неправильно. Надо говорить по-другому. Если вы устраиваетесь при трудоустройстве, право работодателя получить информацию с Федеральной службы судебных приставов о наличии у вас исполнительных производств. На сегодняшний день очень многие организации проверяют своих потенциальных работников. Очень многие. И в случае, и при наличии возбужденных исполнительных производств очень часто отказывают от принятия на работу. Не всегда, но очень часто. Да. Служба безопасности при проверке отказывает. Есть еще случаи, когда человек уже работает. Работает на разных объектах. И многие проверяют, когда человек уже работает, информацию о своем сотруднике. И не допускает до работы. И такие случаи есть. Я тут спорить не буду. Факт, значит, этот факт есть. Ну, тем более, вы понимаете все это. Ну, тем более. Если вы человек разумный, вы так же, не то, что должны, никто никому ничего не должен, но вы все-таки, как разумный человек, понимаете, если отсутствует денежное средство. Нет платежей по одному договору, по второму. Человек вышел первый день на просрочку, там, по третьему договору. Ну, блядь, не от хорошей жизни он вышел. Ну, не потому, что у него тут миллионы по карманам распиханы, да. И не потому, что у него миллионеры-родственники. К сожалению, не то время. Сейчас у родственников сложнее допроситься, чем у абсолютно незнакомых людей. Ну, это вообще вопрос второй. Никто никому ничем не обязан. Каждый пытается выжить так, как он может и умеет. У каждого расставлены свои приоритеты. Хорошо, когда человек может расставить приоритеты и выбрать, что для него является первоочередным и главным, а что уже по боку и по возможности. Для чего звонок Альфа-банка, постоянные звонки, круглосуточные? Никогда я этого не пойму. Или вы думаете, что человек платит год, два, резко бросает платить, потому что ему надоело или ему стало скучно оплачивать? Это же возможности у народа нет. Их задушили уже. Вот поэтому люди перестают платить. У кого уволили, у кого срезали зарплату, кому это пандемия по башке дала так, что, блядь, жрать не на что. У всех разные ситуации. И вы себя оппозиционируют какие-то люди такие морально устойчивые, у вас какие-то ценности есть. Да вы такие же бедолаги, которые живете и думаете, как бы не уволили, но у вас моральных ценностей нет. У вас, ну вы как эти, пришли, я вас все говорю, роботы. И целыми днями вот это на мозги людям капаете, капаете, капаете. Серьезно воспринимают. Кто вас с юмором воспринимает и хохочет от ваших звонков? Нет, потому что его ждет потом взыскание, а только потому что вы бестолково звоните. и над этим смеется. Вот этим легче перенести все эти этапы до судебного взыскания. Ну я хоть слово, слово сказала неправды. Юлия Петровна. Да. Тем не менее решать вопрос в любом случае придется. Ну тем не менее, вам кажется, со мной надо завершить диалог. Вот тем не менее. Тем не менее, давайте все-таки будем, у меня не один кредитор и не два кредитора. Тем не менее, давайте будем ожидать, когда все мои задолженности будут просужены, когда работать будут приставы. А дальше как будет, будем смотреть по обстановке, ну и зачем забегать вперед. То есть вы не планируете? Нет, я не планирую. Решать вопрос, договариваться с банком, ничего не планируете? Ничего не планирую. Да, я не договариваюсь с альфа-банком, потому что доверия к вам нет. Ни одного документа, которого юридически грамотно правильно оформлено, последствия которым я могла бы апеллировать в том же суде, вы не даете. Вы красиво обещаете, ну, люди взрослые, с юридической точки зрения, все вот эти ваши писульки, они не несут никакого юридического значения. Ни один суд не примет у меня ту бумажку, простите, я не говорю документ, бумажку, которую вы можете подсунуть людям в случае, если они идут на ваши условия, что вы там предлагаете, какие-то акции, реструктуризации и все остальное. Лично я не верю. Я вообще по разговорам по телефону не верю. Я верю только документу, который сама смогу изучить. Я изучила, и я верю, что да, здесь это подписать можно.